Очень опасный противник, мы ему проиграли 0-3 на последнем турнире, и это, конечно, тяжело. Итак, Хавк находится в левом нижнем углу, он красный, мы болеем за красных. Если вы принципиально хотите болеть за Чимико, пожалуйста, конечно, но... О, привет! Привет! Девек, посмотрел вчера видюшку с Расскажем о КХЛ, Морягош, Кагаши и Янгек, и все, кто участвовали. Но Руины Сой, не тот сют была хороша. Да. Доброго дня и стрима, минус. Это был косяк. Это был косяк. Зачем ты мне напомнил? Я уже почти успел забыть об этом. В мэчапе очень сложно что-то новое придумать. Ты можешь подстроиться по картам, ты можешь подстроиться по крипруту каким-то макаром. Но как подстроиться под контроль и под пинг, я не знаю. Ну, есть, конечно, ответ на этот вопрос. Это избегать ранних столкновений, потому что чем раньше ты с противником сталкиваешься, тем критичнее разница в пинге. То есть, грубо говоря, когда у вас уже лимит 50 и идет противостояние, то там можно, за счет более правильных действий в плане микроконтроля, ну, больше факторов, так скажем, некоторые другие вещи могут решать, типа как спасение правильного героя или Херакилл со своей стороны, или вовремя прожитый свиток какой-нибудь, или какие-то разводы с Дирижаблем, опять же, в стиле Джонни Кейджа. Вот, но ранние конфликты вообще противопоказаны. Опасности, говорит, вот это я вовремя. Да, пришел прямо на хавка. Чемик побежал в агрессию, хошк хотел покрепиться, но... У него уже сразу здесь под боком враг. Начинает, стыкая вархмага неплохого. Но противника больше рабочих, к сожалению. В смысле, больше футменов, к сожалению, здесь. А, у нас фут был на территории врага. Элементалям нашего вроде как человеку не отдали. За ботинками надо, видимо, забежать, архмагам нашим. Раз уж мы агрессором выступаем, но хавка этого не делает. Перемещаемся к вражеской базе. Надеюсь, у нас уже строится магас. Тайминговый пошел строиться. Молодец, хавка. Красава. Неужели побеждена вот эта вот карма с тайминговым магазином? Хавк красный. И противник собирает первым сапог, к сожалению. Пытается прокрепиться, подставляет элементарий, но противник уже тут как тут. Добил элементарий, хавк. На пинге добила лема. Очень поздно футменов от этого сама отводит. Ой, какой блок хороший! Спасает футмена своего. Еще архмагу навыдавал большое количество урона. Но футмен умрет, потому что он не туда побежал. Минус фут, к сожалению. И возвращается к контролю. Ну, противник очень битый, а я... Надо было переключаться, бить архмага вражеского. Блин, хавк здесь не уступает по микроконтролю. Здесь, правда, футмен битый. Блин, ловят фута. И этого фута тоже перехватят. Мы прокрепимся там, скорее всего. Но минус три футмена у нас. Возможно, минус четыре. Пытается спрятаться за елкой. Нас находит. Ну, пока он бегает, мы крепимся, конечно. В этом плане хорошо. У нас раньше третий уровень получается. Правда, там тоже получит сейчас на зеленой точке третий уровень в брак. Очень битые футы у него. Битые на живые. Антман, здравствуй. Безмага задействует. У нас выходит МК. Видите, сколько футов здесь? Разница уже 8 лимита. Да, Чаймика по футменам просто переконтролил. Всех поспасал. Окружают нам Аэма. Минус телепорт сразу. Игра идет не туда вообще. Чем? Уже. У противника чуть раньше получается еще присты. Архмаг тоже получает третий. С футменами надо думать, что делать. Не знаю. Они со временем, конечно, постепенно умирают. От лемов, от, не знаю, от всего. Поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, какой ты слабый. Не знаю, к чему это. Не знаю, к чему. Пошла база. Немного халявная. Ну, не факт, что база, может, это просто криппинг, но... Смысл в том, что побежали рабочие. У противника экспанды нет. Попытка добить была от Архмага вражеского, но нормально. Остановился, не атаковал Голема. Молодец. И работает над Эмкой под третий. На третьего нет. Так, окей. База у нас побыстрее. Возможно, это провокация от Хошка. И похоже, что Чая будет давить. Ну, он не вывел рабочих на криппинг. Стало быть, не собирается ставить нычку. Эрри, Рэп Харри, спасибо тебе большое. Чимика больше лимита. И в целом сейчас будет крайне опасная атака. Надо под магической вышкой, видимо, отступать. Да, и полщенца пошли в штурм. 42 лимита на 53. Подставляется, ну, да, минус приз, блин. Отходит к магической вышке. И еще минус фут. Архмага тут подлавливают. Наш элементарь вроде помог. Ополченцы вбегают. Ну, и с той стороны тоже ополченцы работают. И в результате у Чая есть еще свиток лечения. Тут все по всем фронтам хуже. Да, окружает Архмага. Это 1-0. Блин. Это 1-0. ГГМ. Без шансов. Вначале были попытки, какое-то преимущество. Но отдано было огромное количество футов. На мисконтролем. Какие вообще основания были на обстановку экспа? Ну, основания в стиле адвоката из Старкрафта. У тебя все хорошо, ты ставишь экспанд. У тебя все плохо, ты ставишь экспанд. В первом случае ты закрепляешь преимущество. В втором случае ты пытаешься вернуться в игру. Это риск, который давал шанс хавку вернуться в игру. Ночью Мика не зевнул. Сделал все четко. Правильно подготовился. Сам не сделал эксп. Догоняющий. И все. Даникот поддержал ваш канал на 500 рублей и сообщает. Миша, извини, конечно. Смотрю очень редко. Досмотрел Готику. Спасибо за эмоции. За Гамеза. За Гамеза. Да не кот. За Гамеза. Готиком. Да, получилось у нас местами запоминающийся. Хороший момент был очень правильно, что показывают. Да, здесь окружение вполне логичное. Не ясно, что здесь Архмак вообще забыл. Четко вообще пришел под эксп. То есть экспант только-только достроился. Еще золото не подобывал. И тут уже сражение навязывают себе. Хавку нужно хотя бы одну карту брать, да? Что претендовать на топ-2. Или есть еще шансы на выход, если он сольет здесь? Маловероятно. Потому что Линн скорее всего не проиграет. Замечал за собой повадки политика, говоришь обтеками и фразами? Ты че? Например? Хавку нужно 1-1, желательно так шансов больше. Да. Если PCG обыграет 2-0, то может выйти. PCG кого-то здесь вообще вряд ли сможет обыграть. Он сейчас же на дне должен быть, правильно? PCG 0-2, 0-2. Нет, 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 это забейте. А, если Хавка PCG обыграет 2-0. Ясно. Если возьмут карты, выиграет PCG, а Линчаник котнет, а птица проходит. Но нужно брать карту тогда. Надо брать карту. На пинге капец играть, наверное. Бесит. Хавк держится там, но... Ямаха говорит, Хавку вообще неинтересно смотреть, ты же знаешь, что он проиграет. И ты знал, что он Лина... У Лина карту возьмет вчера. Говорят, топовые матчи были. Фогги тоже на пинге играет. Да, Фогги тоже на пинге играет. Но когда речь идет о Хумановском Мироре, здесь, конечно, вариативность минимальная, как я уже говорил. А когда вариативность минимальная, что герои те же самые, юниты те же самые, страты те же самые. Да, Фогги играет на... Во-первых, на имбе, где даже в Мироре можно делать все что угодно. Что значит на пинге? Ну, это значит задержка у Хавка в игре довольно существенная, где-то 200 плюс миллисекунд. Какие-то схемы совсем мутные. Если Венера в Скорпионе, а Черная Цапля прокричит на рассвете трижды, Хавка проходит. Сейчас он берет карту и выигрывает следующий матч 2-0. Все. Человека, которого как бы все выиграли 2-0. Так что... Погнали. Цвета сохранились те же самые. Красный, это Хошк. Ого, Хундред. Киджи. Уважение. Добро пожаловать. Ты пришел в сложный момент. Потому что... Потому что, как ты видишь, у Хошка есть. Есть проблемы. Нашего краба пытаются вырезать сейчас Чемика. Пес. Хош вчера говорил, что пинг 160-180. Добил элементарий, Хошк. На самом деле неплохо. И тут футмены ловят в сетку. Че, камбэчная пошла? Камбэчная, кажись, ребят. Ооо, добил Чемика. Своего фута. Элементария в сетку. Футмены в сетку. Вау. Это мурлоки, да, за нас? Прекрасно. Элементария, правда, нам добивают. И мурлоки начинают нас бить тоже. А нет, врага били сейчас. Так, ополченцы бегают куда-то непонятно. Видимо, отбивались от фута. Хавк там футменом пытался рабочих подрезать. У нас опять футмены какие-то красные. Нужно на фонтан бежать. На фонтан один футмен. Чемиковский убежал справа. Хавковский слева. И ополченцы пошли у Хошка выбивать. И Хошк добивает все-таки мурлоков. Мы с вами сразились и победили, ну, собственно, Чаймика за мурлоков. Саммер, да-да, конечно. Минус красный фут. Вау. А, минус красный, это же наш. Черт. Но мы очень сильно по экспе ведем. Смотрите, у нас почти третий архмаг. Справда могут убить у нас футменом. Под слоу. Футмены теряем. И там тоже. Третий уровень. Третий уровень у нас быстрее. Вызываем элементали второго. У-у-у-у. Бегем вражеского архмага. А-а-а. Уводим футана право. Он с этими... А, мы тоже сапоги купили. Класс. Начинаем лечиться. Разбудили. Э-э-э, как сказал бы Сокол. Сокол бы нашел общий язык с этой... Они бы такие, э-э-э, э-э-э. И все, и... Слово за словом. Поднимают щиты. У нас в прошлое третий был раньше. Минус магазин. Хавк давит. Ребята, там красные, красные рабочие. Можно ворваться, попробовать убить рабочих. У-у-у. Давай, вот этого. Вот этого самого битого. Оп, минус один. Оп, артефакт. Тиснули. Тиснули артефакт. Футмены нам окружили, к сожалению. Футменов здесь враг лечит. Мы своего спасли. Еще врываемся, пытаемся рабочего убить. Но там нашему футмену окружают. Блин, да что такое, я не понял. Убили фута, нам тоже убили фута. Убили элема. Ай-яй-яй, он третий уровень получил. Ну вот и для кого плюс был вот такой врыв, а? Что по лимиту 32-30. Не так плохо, как пошла раз. Легкое преимущество у противника. Маутен Кинг выходит вперед у врага. Да не, одинаково на самом деле. Ну убить пары рабочих плюс отмена магаза. Ну магаз вообще че, он такой, он дешевый. Ну рабочий, да, видите, у него проблемы есть некоторые с лесом. 700 золота на 140 леса. У Хавка вообще с деревом проблем нет. Можно ли как-то это развить? Да, у Чимика не хватает дерева, смотрите. 26 дерева. У него чуть позже кастеров будет. Ой, Чимика Аркадид. Выманивает красного, гад. Ква, блин. Хавк тоже выходил. Ой, Чимика, что? Что? Ржут китайский комментатор на Чимика. Чимика, лопух, я слышал там. Чимика не очень. Хавк крепится, пока не теряет время на вот эту вот тему. Сам контролит красную. Ой, стоит в инвизии, готовится выманивать. О-о-о-о. Что по артефактам? Большой инвул. Большая бутылка жизни. Инвул-то по ценеем. И хочешь, кажется, выманивать будет красную. Давайте нам хороший артефакт. Да, выманивает с красной. Оп. Ну, покажи, покажи, как надо выманивать. Так, давайте что-нибудь такое аурное, хорошее. Да, он большой. Ну, тихо. Справа выйдет. Блин. Э, э, э. Что-то с Огром сегодня не так. Блокирую его, ломаю ему ноги. Просветка на всякий случай. И... А то уреновская аура. Уа-а, хорошо. Шамида, ребята. Это шамида. Это хорошая аура. Наверное, даже лучшая здесь. Наверное, даже лучшая, лучшая, лучшая. Нужен шар. Какой шар? Что ты несешь? Крепинг продолжается. Третий МК. Там у него тоже третий МК. А, у нас есть шар. А, это не у нас шар. Блин. Это у Чаймика шар. Шар, на самом деле, вообще бестолковый в этом матчапе. Примет. Что он есть, что его нет. Ну, получается, Хавк будет сражаться за шар. Собственно, кто победит, тому он и достанется. Шар для лошар. Что это? Какие-то хавковские штуки. Ну что, будет хошка сражаться? Лимита у него даже больше. Аура у него даже лучше. Стоит ли? Добрый день, Элаяр. Я вчера в Дискорде зашел, вижу Элаяр, и у него подпись читается как Элаяр. Ну, на английском. Принципиально Элаяру. Очень, чтобы правильное ударение ставили. А Элаяр. А Элаяр. А Элаяр. Идет сражение. Смотрите, МК на МК. Мы бутылку пропили. Он инвул пропил. Блин, и что нам делать теперь? Ай, мы МК потерять можем. Свиток. Минус МК, они прорвались. Мы потеряли МК. Все, ГГ пишем, выходим. Продолжение следует...